Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Зима пришла, но в этот раз ее ждали. Дорожные службы сани готовили летом и встретили непогоду во все оружии. Этой зимой было принято решение изменить график уборки города. Если раньше техника выходила либо днем, либо ночью, то сейчас она работает круглосуточно и одновременно во всех районах Магнитогорска. Это позволяет быстрее ликвидировать последствия снегопада, а также избежать пробок на дорогах. Возникают трудности у нас с тем, что у нас в центральной магистрали лежит пластиковая разметка, поэтому там используем песко-соляную смесь, хлориды. И готовим под снегопад, сметаем ее, поэтому на дорогах стоит каша. Ее уберут. Главное, что она безвредна. Магнитогорск уже два года как отказался от использования химикатов на дорогах. 72 часа в распоряжении дорожных служб. Столько по закону дается времени на уборку улиц. Магнитогорский медкомбинат предлагает увеличить поставки в адрес иностранных автоконцернов в рамках программы импортозамещения. Предприятие успешно реализовало проект по замене импортного автолиста. За два года, с момента начала реализации проекта, общий объем поставок составил свыше 32 тысяч тонн. ММК срок производства больше 50 различных марок стали по требованиям европейских стандартов. Обсудить проблемы и положительные тенденции. Сегодня в Челябинске состоится заседание членов партии «Единая Россия». В областной центр отправится и секретарь магнитогорского отделения единороссов Александр Морозов, который накануне вернулся из Москвы. В столице, напомним, прошел Всероссийский форум местных отделений. Собралось 3000 человек, 50 из Магнитогорска. Нас собирал Дмитрий Анатольевич Медведев со своими помощниками и говорили в течение дня на разные темы, что нас ждет в следующем году. Хорошее и плохое. Есть и то, и другое. Будет и хорошее, будет и плохое. Кризисные явления не закончатся, а, наверное, будут нарастать. И вот в этой связи какие действия должны быть. Из того, что интересно сообщить нашим телезрителям, теперь по всей России все депутаты, начиная от самых больших госдумовских до самых маленьких сельских поселений, будут декларировать свои доходы. Страусы в Челябинской области заболели бешенством. В связи с этим в регионе объявлен карантин. Распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский. В Чебаркульском, Кунашаксском и Уйском районе действует запрет на ввоз и вывоз домашних животных. А вот на юге области, в том же Нагайбакском районе, случаев заболевания бешенством у страусов, по словам фермеров, не отмечено. За три минуты надеть форму и потушить пожар, уметь ориентироваться по азимуту и еще разобрать и собрать автомат. В школе номер 10 прошел городской этап Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. В этом году участие приняли лучшие по этому предмету из 57 школ. Дети, которые участвуют ежегодно в таких Олимпиадах, приобретают теоретические знания. Мы знакомим их с вузами, где можно получить профессию спасателя, профессию пожарного. А в настоящее время это, наверное, нужно, потому что все это относится к защитникам России. И к защитницам тоже. Девушкам на Олимпиаде никаких поблажек. Те же, кто набрал самое большое количество баллов, отправятся на региональную Олимпиаду. Далее о том, какая погода будет сегодня, я же с вами прощаюсь и желаю, чтобы этот день запомнился добрыми вестями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова